Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Соответственно прокачав этот танк полностью, мне он понравился Но за все это время у меня случались только рикошеты от верхней лобовой детали корпуса В башню все что прилетает, пробивает, пробивает и еще раз пробивает Никакой брони там просто-напросто нет Кстати, ребят, чуть не забыл, вот вам два победителя с прошлого видоса, которые выиграли по 1 тысяче игрового золота, в этом видосе также разыгрываю голду, оставляйте комментарий, в конце комментария пишите свой танковый ник, а также ставите лайк или дизлайк ролику, ну и в этом случае вы принимаете участие в раздаче голды на канале. Двух победителей рандомно под каждым видосом выбирать. Продолжаем про ЮДОС-14. По орудию, 0.38 точность на 100 метров плохо, 2.1 время сведения, хорошо. Орудие косоватое, на дистанции действительно может не попадать. Зато очень хороший снаряд. Снаряд здесь действительно прикольный, и голдовый снаряд, ну специальный, и обычный снаряд являются подкалиберами. Причем и у того, и у того, альфа в 360 единиц. Ребят, для среднего танка 8 уровня это очень хороший показатель. Подкалибер пробивает основной 217 миллиметров, голдовый 253 миллиметра. При этом, если еще округлять, чтобы вам было проще запомнить, обычный подкалибер летит со скоростью 1400 метров в секунду, чуть медленнее, чуть-чуть. А голдовый почти 1600. Опять же, чуть меньше, чем 1600. Ребят, это в нашей игре скорость практически лазера. Что это дает? Это дает возможность без особого упреждения выцеливать танки на любой дистанции. Единственное, что, опять же, точность 0.38 не позволяет эффективно вести огонь на большой дистанции. И многие игроки изначально вообще предрекали этому танку роль, такую, знаете, типа, да это же ПТшка. И будут играть на нем все, как на ПТшке. И, честно сказать, я тоже этого очень сильно боялся изначально. Но, поиграв на этом танке, как я и сказал, я его за два стрима полностью прошел. Стримы есть на канале, можете их найти и посмотреть. Просто Judas 14 наберите и добавьте туда про танки. Я думаю, вам выдаст два стрима. Суммарно, где-то за 6 часов я его полностью прошел. То есть, 150 тысяч опыта до девятки я набил на нем. О чем я вообще говорил? Забыл. А, по геймплею. Казалось бы, этот танк просто создан для сидения в кустах и стрельбы по чужому засвету. На самом деле, плюс-минус, если вы так будете думать, вы окажетесь правы. Потому что все-таки эта машина не основной штурмовой танк. Это все-таки машина больше для поддержки. То есть, получается, что она зависит от действий команды. Сама развивать атаку, ну, эта машина просто-напросто не может. Вот брони нет. По динамике, ну, в принципе, вроде бы, как написано, 25 лошадиных сил на тонну удельной мощности. Вроде бы, как максималка 55. Но, по факту, очень сильно не хватает динамики танку. То есть, вот у меня чистое ощущение от машины. Он развивает свои 50 км в час. Он даже в горке так не сильно слабо поднимается. Хотя ощущение, что все-таки мощности двигателя ему не хватает. Возможно, сопротивление грунтов сильно занижено. Ну, в смысле, занерфлено. Вот. Но, тем не менее, вот ощущение, что машины не хватает динамики. То есть, как светляк его использовать нельзя. И все говорит нам о том, что играй на нем, как на ПТшке. У него очень хорошо прижатый к земле корпус. У него очень хорошая маскировка. Он умеет играть от рельефа. И, ребята, если вы будете на нем играть, как на ПТшке, у вас получится это делать. Но! Во-вторых, как бы это так правильнее сказать. За счет того, что он прижат к земле, его можно спрятать практически в любую складку. Понимаете, да? Вот, например, где-то какие-то неровности ландшафта, и вы уже практически заныканы там. И это все вкупе с хорошим углом склонения орудия за счет работы гидро-пневматической подвески дает возможность именно вот отыгрывать любую роль в бою. То есть, можно как и ПТшка играть. Можно, если вы чувствуете, что ваша команда проигрывает, уйти в глухой деф. Он это может. У него 380... Нет, 390. 390. Нет, 300. Короче, у него очень хороший базовый обзор. Его легко можно раскачать до 445 метров и более. Таким образом, вы получите машину с хорошим обзором, и с хорошей собственной маскировкой, и с высоким разовым уроном. Это позволит вам сделать первый очень хорошо ощутимый выстрел по врагу, если вы уходите в деф. В атаке он не так эффективен, но действуя в группе с другими СТшками, он может наносить урон. И урон на нем наносится, на самом деле, достаточно легко. Пару раз выстрелили, вот, уже 1000 урона есть. Еще я предвижу, что у этого танка будет хорошее будущее на линии фронта. Если, опять же, вы не играете там на прем-танках, это понятное дело, что это не премиумный танк. Но! Все, что нужно для линии фронта, хорошее пробитие неголдовым снарядом есть, маскировка есть, подвижность есть, обзор есть. Все, что нужно для качественной игры на линии фронта, у танка есть. Я предвижу, что на линии фронта он зайдет не хуже колесников. По минусам машины. Опять, как я и отметил, недостаточная динамика, мне ее не хватает. Косоватое орудие. Отсутствие брони, хотя кажется, что танк должен играть от башки, да, но если вы будете подставлять под сведенного противника свой черепок, да, свою башню, вам, скорее всего, ее будут пробивать. Также страдает танк от арты, она ему накидывает и накидывает сверху вниз больно. Ну, так же, как и шведским ПТшкам, в принципе. Ну, и других ярко выраженных минусов я выделю и могу. К ритуемости, как таковой, сильные я не заметил. У меня здесь не топовый экипаж, я вот взял экипаж, который давали за какую-то акцию. Вот недавно четыре члена экипажа с двумя перками давалось. Вот я их и использовал сюда, на лампочку и на ремонт, а не, на боевое братство. Ремонта здесь практически нет, вместо маскировки я использую здесь боновый расходник, который заменяет на один бой маскировку. В принципе, мне хватает. В целом, по тачке. Она не простая, она достаточно сложная в геймплее. Новичку я бы ее не порекомендовал, но, вы знаете, вопреки всем моим опасениям, машина мне реально понравилась. Мне было прикольно на нем отыгрывать, я почти не горел и от двух стримов получил на нем, ну, действительно, хорошее удовольствие. Посмотрите, присмотритесь к тачке. Если их захотите прокачивать, в принципе, большая часть из вас не пожалеет. Но, опять же, сугубо на любителя машины. И прежде чем попрощаться, ребят, хотелось бы еще один момент с вами обсудить. Поиграв на вот этой вот автоматической гидроподвеске, у меня появилась идея, что если при переходе в снайперский режим, если вы будете продолжать удерживать клавишу shift, да, вы же по shift в снайперский режим все переходите, то в этом случае, пока вы shift не отпустите, скорость вашей боевой машины будет ограничена работой как раз-таки этой гидропневматической подвески. Ну, то есть, пока вы удерживаете клавишу, вы не можете разогнаться больше 10 км в час, например, вперед и больше 20 назад. Отпустили, все, ездите, как обычно, но уже при разгоне гидропневматика не работает. Как вам такая идея? Пишите в комментариях. Ну и пока! Субтитры сделал DimaTorzok